Юзер Д-8 спрашивает, почему ГИБДД не привлекает к ответственности административные власти за ненадлежащее состояние дорог, повлекшие ДТП или гибель людей? Этот вопрос вообще, конечно, звучит не впервые. Вот как мне говорил Динар Дельмундинов, бывший главный инспектор ГИБДД по Башкирии, больше половины дорог не соответствует нормативам. То есть теоретически ГИБДД имеет право эти дороги закрыть. То есть они опасны для эксплуатации, на них невозможно соблюдать правила дорожного движения и соответственно соблюдать нормы безопасности для участников дорожного движения, и дороги эти должны быть закрыты. Но как говорил в свое время Динар Гильмундинов, ну как же я закрою 50% дорог, это все конец республики и прочее. Между прочим, он понимал, что ему тоже конец такой ситуации. Действительно, очень много ДТП происходит по вине состояния покрытия дорог. Машины слетают с дороги, зимой их там выносят из этой асфальтовой колеи на проспекте, там их кидала машина так, что они улетали на газон, избивали людей там и калечились. И предъявить претензии тому же Мавлиеву или этому городу, что ребята, у вас тут вообще ужас, хотя дорожный фонд собирается и платится как бы регулярно, ну предъявить такие претензии эффективно невозможно. То есть всегда будет виноват водитель, надо было там медленнее рулем крутить, надо было там смотреть по сторонам и так далее, и так далее. То есть доказать то, что по вине состояния дорожного полотна произошло ДТП, крайне сложно. Хотя иногда бывает возможным. Так что, ну, ответа у меня тоже на этот вопрос, наверное, нету. Почему ГИБДД не привлекает? Ну, ГИБДД, видимо, находится на здравых позициях, они понимают, что если они закроют 50% дорог в республике, то наступит действительно коллапс. КОНЕЦ